Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы отправляемся отвоевывать крепость Лестера у дракона в игре Готика 2. В прошлой серии я с тобой победил болотного дракона, он оказался не так велик, не так силен, но мне кажется, что драконы будут со временем расти и становиться все сильнее и сильнее. А после решили отправиться в башню Ксардаса, и что-то пошло не так, игра в общем поломалась, зависла, я решил не продолжить, потому что в принципе сюжетная арка дракона была закончена, а следовательно можно начинать следующую серию на новый мотив. Поэтому, во-первых, нужно восстановить силу глаза и носа, потому что если его не восстановить, следующий дракон сразу нападет, а с ними нужно говорить и что-то у них выведывать. Поэтому, бам. Так, зарядить глаз и носа. Кстати, на сердце дракона написано какое-нибудь описание, погоди-ка. Глаз и носа, ты можешь еще подождать. Так, а где это сердце? Вот оно. Нет, просто сердце болотного дракона и стоит всего лишь 400 монет. То есть, шкура тролля стоит дороже шкуры черного тролля, чем сердце дракона. Мне кажется, это как-то странно. Глаз и носа пульсирует энергией. Хорошо, а вот защита у меня не изменилась. Значит, глаз и носа нужно будет снова снять, одеть. А он у меня спал, получается? Точно. В общем, как я поговорю с драконом, дракон поглощает силу глаза за счет того, что я его усмиряю и заставляю говорить. И после этого глаз и носа падает мне в карман. Кстати, а у дракона я нашел кошельки. Давай проверим, что в этих кошельках. Кошелелого я трогать не буду, яблочный табак тоже. 25 монет. Нет, ну это ерунда. Я думал, у дракона там в кошельках побольше золота будет. Потому что там горы золота просто валялись. Ну ладно, хотя бы так. С другой стороны, тот же Гаронт за убийство дракона дал всего лишь 300 монет. То есть, как будто каждый день драконов убивают. Ну вот тебе 300 монет, вали отсюда. Очень и очень странно. Хорошо, отправляемся биться с другим драконом. Хотя... Давай посетим башню Ксардоса. Надеюсь, в этот раз ничего не сломается. А башня Ксардоса. Демоническая башня. Там на самом верхнем этаже стояли засранцы черной магии, в меня пуляли магией. Поэтому призыв скелета раз, призыв скелета два, уничтожь этих магов три. А ты, дурак, чего стоишь? Вот это какой-то дурной скелет. О, проснулся. Ну пусть они там порубят, неохота мне магии перекидываться с ними. А, руна. А такая вроде бы у меня была. Или какую я подобрал? Страх? Да, страх. Можно будет продать. Еще руна, а это... Это хрен пойми чего руна. Еще раз. Хрен пойми чего, как ты будешь выглядеть. Кулак ветра у меня был. Телепорт Ксардоса был. Проход это тоже было. В монастыре был. Скелет гоблин. А, вот этот скелет гоблин получается, потому что я скелета гоблина руну не создавал. Так она нафиг не нужна. Но это на мой взгляд. Так, ладно, еще еще чего у тебя есть. Зелья магии. Это прекрасно. Потому что зелья магии кончаются. Где-то здесь еще прячется демон, который хочет меня грохнуть. Для визита к демону я тоже предлагаю призвать себе скелетов, но еще понять, где этот демон сидит. И где я нахожусь. То есть вот эта башня, из нее никуда не деться. Значит, надо спускаться вниз. Ого. Мой скелет кого-то там видит? Наверное, да. По голосу это как будто скелетики демона. Ой, какие скелетики демона? Что я говорю? Ага, демон был вот здесь, я помню. Поэтому бам. 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 Это гоблины-скелетики, вот. Так крякали до этого. Булька зельем, булька второе. Ну что, демон? Вот он. Вот он. Да, вот он я. Отлично. Идите, рубите дальше. Так, с демона что добыть можно? А, экстракт маны. Сердце демона. Я каким-то образом умею добывать и смолу. Здесь есть зелье. Золотая тарелка. Мензурка. Мне миллиард мензурок, а зелье я миллиард сварить не могу. Ингредиентов не хватает. Это, надеюсь, мой скелет призванный. Так, тут что-то лежит, смола. Предлагаю включить свет. Включить свет и выпить зелье магии, потому что, мало ли, этот вот он, который орет, сюда дойдет. И надо будет его грохнуть. Так, тут ничего не лежит. Здесь пентаграмма. Тяжелая ветка. Это были скелеты гоблина. Так. Ты дружественный? Да. Ну, по крайней мере, он меня не бьет. А, серо. Сундук. И в сундуке совершенно ничего интересного. То есть, демон охранял какой-то ни о чемный сундук. Меч паладин. А мечи паладина вроде тоже не очень-то сильные были. Войны мечорков. Где меч паладина? Вот, 30 сил и 30 урона. Кровать. Меня напугал свой скелет. Так, а вот эта вот закрытая местность выглядит подозрительно. Может, здесь есть какие-нибудь кнопки-рычаги? Так, еще одно зелье. Мастер меч. А, 65 требует ловкость. А это рапира, который, по-моему, Диего сражается. Он же ловкий. Саму углу зелья и... Это не сундук? Нет. А что за зелье я подобрал? Угу. Еще одно, которое прибавляет максимальную манну. Это замечательно, но напоминаю, пока не пьем, потому что нужно скопить как можно больше до лимита пирокара. Мне кажется, после пирокара, возможно, после этой игровой главы, меня будет тучить сам Ксардос. До 300, например, манны. Ну, 300 манны, я не знаю, мне столько уровней не хватит. Так, кто-то со мной уже хочет драться. Со мной хочет драться Мах. К нему я подходить не хочу, а то мало ли проклинил. Скелет, иди разбирайся. Ау, скелет. Они че, скелеты грохнули мы его? Ну, судя по всему, да. А, нет, это бесполезный придурок, а просто убежал в другую сторону. А, это карта. Так, дерись с ними, я не хочу с ним биться. Просто ради превью. Хотя нет, на превью будет опять для дракона. Ничего нового здесь не появилось? Нет. Откуда эти гарпи прилетели? Тоже непонятно. Так вот, около нашей башни что есть? Есть лужа. Давай эту лужу осмотрим. Мало ли, там будет еще водяной дракон сидеть, например. В чем бы нет. Ну, скорее всего, нет. Потому что дракона не видать. Здесь есть подъем. Ага. Я понял намеку, гоненная ящерица. Не надо... Не надо меня трогать. Я знаю, ты очень сильный ящик. Я в тебя попасть не могу. Просто ради проверки. Я хочу проверить его дыхание. Насколько он сильно жахнет меня огнем и смогу ли я выдержать его дыхание. Потому что дыхание дракона, оказывается, я могу выдержать. А вот ящера... Где-то тут еще был. А ну, дыхни на меня. Да дыши на меня. Отличное дыхание огненного ящера я тоже могу выдержать. Что может быть лучше? Например, вот это бревно. Так, я территориально нахожусь около какой-то постройки еще. Серп. Еще кошелек, свиток. Там орк сидит, пусть сидит. Здесь на карте еще какая-то черная точка отмечена, что это. Это елка? Ну, судя по всему, да. Потому что здесь ничего примечательного по типу маленькой башенки или чего-то подобного нет. Теперь, значит, отправляемся на восток. Еще бы вот эту красную лужу осмотреть. А давай все же осмотрим и красную лужу тоже. Потому что красная лужа выглядит весьма подозрительно. Так, здесь болото, но я туда прыгать, нырять не хочу. Давай зелье ускорение выпьем. Надо все же научиться его самому готовить. Потому что оно очень, очень актуально становится. За первую часть игры я, в принципе, его не пью. Но только в самом-самом конце, по-моему, парочку зелий выпил. А вот во второй части... Так. Я знаю, ты меня проклянуть хочешь, поэтому до свидания. Бегу прямо на утес. Сюда залазить особо смысла я не вижу. Кстати, а ты понял, что ищущие появились и в долине рудников? Раньше они только около Хориниса встречались. Нет. Они за мной погнались. Так, это срочно. Бам. Бам. Обычно драконь и снеппер нападают Ордой. Очень странно. Повели себя сейчас. Так. И они бегают не медленнее меня. Нет. Все же отстали. Каким-то чудом. Зачем я руну убрал? Победа. А можно сейчас зайти в шахты, посмотреть, как там поживают паладины. Не грохнули их. А вот эту шахту, по-моему, уничтожали как раз-таки. Но уничтожали ползуны. Какая-то несправедливость. Драконий снеппер держит два удара молнии, при этом опыта за него 200. Он кусается гораздо сильнее, чем обычный снеппер. А разница в двадцатку. Эта шахта была уничтожена. Тут, пожалуй, наверное, ничего отыскать не получится. Так, кстати, может просто сразу открыть карту шахт, чтобы было проще. Очень старая карта. Да ладно, я что, Хани не отдал ее? Загадка. Может, я и забыл отдать эту карту Хани. Хорошо, сгоняем до шахты. Посмотрим, держатся там паладины или их. Не хочу я драться со снепперами, обойду. Или их там уже всех сожрали. А потом можно отправиться ей по заданию. Ну, судя по тому, что я здесь вижу, скорее всего, никого там живых не осталось. И судя по тому, я бегу куда-то не туда. Ух, а не зажимайте. Да, действительно, я куда-то не туда прибежал. Орки отстали? Да, отстали. Еще раз. Карта рудников Гаронда. Да, я не туда просто забежал. Поэтому и получил. КОНЕЦ 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 А это в лагерь орков. Мостер раньше был. А я врезал с этой ступы. А не бейте. Предлагаю отомстить за эту шахту оркам сейчас. Здрасте, снепперы. Я не мог его оббежать. Начинаем разбираться с орками. Черт, вы еще с этой стороны. Но это не лит, а ничего страшного. Но это не лит, а ничего страшного. СМОНЕЦ 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 Отлично, ну вот и Фаджет К сожалению, он погиб У него гоблинских ягод не было У него был косяк из болотной травы А здесь был еще шахтер, который все предсказывал, что их убьют Может он спасся Это обычный каторжник Кто? Черт, тебя подери Почему именно элитный орк? Уйди ты от меня Сейчас ящеры еще дыхнут А зелий тем временем уменьшаются И больше зелий негде взять Ну, конечно, можно сварить Если я научусь варить более эпичные зелия Потому что огненные обычные травы Из которой делаются самые простые зелия Такой у меня больше нет Ну, по крайней мере, отсюда я спас одного шахтера Ну, не шахтер, а такой полупризрак был Который не хотел здесь работать Кто такой Джергон, я не помню Вот они, судно Кис Рудой Значит, Гарон таки не взял Это Гарон тоже мертв Это паладин, который мне не хотел помогать охотиться на снайперов Так, а я и Минова не встретил еще каторжник А вот и Фет Значит, он тоже погиб Это как раз таки именно он все говорил На нас нападут Эти на нас нападут Те нас убьют Ну, в общем-то, он оказался прав Теперь можно отправиться вот в эту красную точку Мне кажется, что там обитает дракон Но надеюсь, что нет Потому что хочется как бы постепенно, по сюжету Возможно, у драконов будут диалоги в определенном порядке Что если я, например, начну говорить с одним драконом, потом с другим Возможно, не пойму их логику Зачем они здесь появились Самый первый дракон их Хотя должен был говорить правду Меня попросту посылал Сказал Не твоего дела Зачем мы здесь появились И был таков Так, погоди-ка, карта Не мешайте открыть мне Да хватит Прыжок Прыжок Ага, не около этого огненного озера Хватит меня долгить Я сейчас вас в массовое запоминание кинул Мое огненное буря На нуле Да, она вот так ударила массово Но толку от нее очень мало Что это за дело Става Потому что он прибежал Кромагнит Да Того По identity По động Питаль Прычаг По Переагноз Отстаньте от меня, я в воде. Да ладно, все, я в воде, отстаньте. А теперь я на суше. Так, предлагаю подлечиться и по-быстрому добежать до нужной цели. Карта, откройся. Ну, мне не так далеко. Вот с этими орками, которые около частокола, я даже связываться не буду. Пусть они здесь стоят. Мне дорога моя манна, мне дороги мои бутылки с манной. Поэтому, извините, вы как-нибудь сами, без меня самоубийтесь, что ли. Так, дальше. Дальше через мост? Да, дальше через мост. А по-моему, тут было закрыто. Нет, я все же этот сундук смотрел. А здесь должен был бы быть пароход, но его какого-то хрена нет. Поэтому пошли отсюда. Не обращай внимания на дурачков. Скоро они в любом случае отстанут. Так, пути на север, на север, на север. Дальше где-то повернуть. Вот и зелье закончилось. О, здорово, Гестат. Не хочешь на драконов охотиться? Ты умеешь потрошить драконов? Конечно. Почему нет? А, научи меня потрошить драконов. Научи меня потрошить животных. Что ты хочешь узнать? Лучше всего брать кровь из брюха. Найди слабое место и вонзи туда острый нож. Научи меня потрошить животных. Что ты хочешь узнать? Чешую дракона очень сложно оторвать. Но когда ты уже думаешь, что у тебя ничего не получится, раз, и она все же отделяется. У меня сейчас появилось огромное подозрение, что удастся сделать доспех из драконьей чешуи. И это, возможно, будет самый крутой доспех, который может быть. О, гор! Давай выпьем с тобой зелья магии и пойдем гробить другого дракона. Так, надо на горна смотреть, а не на гистата. Ну, честно говоря, ему больше идет доспех в новом лагере. Так вот ты куда забился. Ты тоже не особенно похож на самоубийцу. Что насчет орков? Я понаблюдал за ними немного. Баррикады, которые они выстроили там, наверняка что-то скрывают. Я подозреваю, что за ней могут оказаться просто полчища орков. Ты хочешь сказать даже больше, чем их есть сейчас? Я не удивлюсь, если однажды вечером они разберут свой частокол и запрудят всю долину. Не нравится мне это все. Если это случится, мне нужно будет вернуться и предупредить Ли. Он все равно хочет убраться с этого острова. А тогда мешкать уже будет нельзя. А, Гор, не беспокойся, я перелазил через этот частокол, там ничего нет. Что-нибудь выяснил? Я все еще ожидаю. Мне кажется, там, наверху, в этих руинах на скале, может что-то быть. Ночью там виден свет и доносятся крики. А, крики? Не ор? Лестер? Может, это Лестер, который вернулся в свои старые руины на скале? Может. Но, насколько я знаю, Лестер больше не живет там. Дракон? Весьма вероятно. Плоскогорье, находящееся там, охраняется лучше, чем королевская сокровищница. Ах, а это единственный путь в крепость. Как будто одного дракона, недостаточно. Но, похоже, они окружают себя свитой из монстров. Так давай порубим их. А что это за монстры? Я не смог хорошо разглядеть их. Но они ходят на двух ногах, и у них чешуйчатая кожа. Они обшаривают скалы, как снайперы, унюхавшие добычу. Я хорошо слышу здесь, внизу, как они сопят и фыркают там. Мне кажется, они заняли все плоскогорье там. Ну так давай разберемся с ними. Ты поможешь мне пробиться в эту крепость? Я даже не знаю. Боюсь, орки как назло начнут атаку, как только я отвернусь. Это паранойя. Ничем не могу помочь. Я никогда не прощу себе, если опоздаю. Понимаешь? Но, с другой стороны... Ладно. Зачем я вообще тогда здесь? Пошли на это плоскогорье и пробьем себе дорогу к крепости. Небольшая разминка не помешает. Кроме того, я хочу разглядеть поближе монстров, что бродят там. Дай мне знать, когда будешь готов. Да я готов уже. Пошли в атаку. Как в старые времена, да? Но я хочу, чтобы ты знал. Это мой бой. На этот раз я пойду первым. Ну окей, я мах. Я буду держаться на расстоянии. Убери эту магию. Эй, ты не такой тупой, как кажешься. Туда обитают драконы, людоящеры, орки. А мне убирать магию. Горн, ты хотел первым идти? Мне кажется... Нет, все. Я уж подумал, Горн сломался. Ублинские ягоды. Прекрасно. Кстати, если не написал в комментарии, что делать с драконьими корнями и ягодами, еще раз напиши. Потому что я пока их собираю, не знаю, может их продать, а может сожрать. А что? Горн, ты куда так драпанул? Ну, раз Горн хотел первым идти и драться, не буду ему ничем мешать. Пусть дерется. А я как бы могу подождать. А вот здесь, пожалуй, стоит ему помочь. Так, горн, выпидели. Мне это даже нравится. Да, мне тоже нравится, как ты метко стреляешь. Я думал, ты только топором орудовать умеешь хорошо. Так, чё? Это был детской забавой. Ну, а теперь, дружище, с остальными ты справишься сам. Зато им жару. А я пойду назад и буду наблюдать за орками. Нет проблем. Спасибо. Еще увидимся. Я тоже надеюсь на это. Я жалко, с тобой нельзя грохнуть дракона. Если бы я знал, то этих людей, ящеров, в принципе, у горна не забирал. Пусть он развлекался бы с ними. Все равно им горна не одолеть. Так. А дай-ка я тебя поближе рассмотрю. Опаньки. Ох, вот это вот был полет, я понимаю. Он за мной бежит? Да, он там где-то застрял. Нет, ну вот это был замечательный полет. Я не знаю, я промокнулся и вместо молний начал лечение. 180. В общем, ты понимаешь. Голем и обычный снайпер равны по опыту. Это как? гонки. И вот это гонки. он получил себе купчую на эту землю но и и так и не используешь я не понял чуть чуть пожалуйста без полета да увы и так и большому каменному засранцу я отомстил вот если бы кулак ветра 0 и что ж такое вот если бы кулак ветра позволял также быть их оттал да сейчас кулаку вверх десант а я после такого десанта обычно умера булик а вас еще и двое не сам вот сейчас нужно подлечиться иначе он меня задумал не осталось там на два удара и бахнуть отлично и предлагаю в последний раз дать шанс кулаку ветра максимальный урон 60 круг 2 ну да давать шанс заклинанию второго круга сейчас ох как актуально а у меня нету другого вроде есть не ветра кулака кулак буря или как-то так называется такого нету на свитке хотя бы нет похоже нет ладно на десятку просто попробовать удастся ли кого-нибудь с места сдвинуть потому что урон от него просто детский а у меня магия есть у меня магия есть я пробовал его применять на орках на оках никакого эффекта не было причем абсолютно отнималось где-то единиц 5 здоровье и все возможно ящеры будут летать снова гарпий смотри я его до сих пор заряжаю а нет я зарядил допустим а дайте мне наземного противника чтобы я зарядил на него этот кулак и он куда-нибудь улетел в космос ну голема я вряд ли сдвину а вот его возможно ты один давай коплю силу кулака ветра мана тратится мана тратится мана стоит на месте по в общем ты понял смысл а в кулаке ветра меньше чем ничего а 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 с гарпией вроде ничего подбирать нельзя пошли внутрь что а а и а а а а а и а ухо, топор палача. А ну, выйди ко мне. Я слышу голема. Я слышу голема, но они понимают, где он. Меня это напрягает. Потому что голем, конечно, меня сейчас не отправит в полет со скалой, но все же. Где он? Там человек и ящер. Тут голема нет. Стол алхимика. А скорее всего, за вот этим шкафом будет голем. Проверяем. А тут вообще демон. Так, нежный стенд. Давай почитаем. Если будет что-то новое. Охота и трофеи. Такое уже было. Перманентные зелья. Так, а вот здесь интересно. Зелья, дающие перманентные изменения и градиенты. Ловкость. Гомлинская ягода. Скорость. Снайпер, трава. Для этого зелья необходим. Не царский щавель. Луговой горец. Но, скорее всего, зелья скорости здесь ошибочна. Потому что оно навсегда не увеличивает скорость. Эликсир силы. Один драконий корень. Так просто. Эликсир жизни. Эликсир духа. Огненный лечебный корень. Да ладно. Применение этих рецептов выше алхимическое искусство. Они требуют большого опыта. В общем, можно сказать, что только у тех, у кого, только у того, кто знает, как обращаться с лечебным или огненным корнем, может быть достаточно опыта, чтобы попробовать сварить эти зелья. Все они требуют царского щавеля. Зелья скорости варить значительно проще, потому что тра-та-та-та-та. Про него уже читали в другой книжке. Так. Корень. Трава, ягода, корень. У меня 21 корень. Чего? У меня 20 магических... 16 магических корней. Ну, скорее всего, ограничение идет как раз таки по царскому щавелю. Но все же. У меня их слишком много. Добудет... Добудет молния в стену. Так, зелья духа увеличивают на 10, ну а зелья здоровья, наверное, единицы на сколько в первой части? На 25 или около того увеличивают. Но здоровье наращивать мне явно не требуется. Отмычка, уголь и ерунда. Лево, право, лево, право, лево, два раза вправо, лево, право, лево, лево, право, верно. Эликсир жизни. А максимум 15 здоровья добавляет. Понятно. Длинный лук. Ну, пусть будет. И восстановление здоровья. Вот сейчас эликсир жизни можно самому выпить, потому что никто не увеличивает мою жизнь за очки обучения. Кстати, а сколько ее? 380. Неплохо. Бульк. Здоровье плюс 15. 395. Замечательно. И еще. Бульк. Прекрасно. 410. Ну, честно говоря, такой прям необходимости в здоровье я не чувствую на текущий момент. Его вполне достаточно для того, чтобы справляться с целями. Щипцы. А вот здесь еще что-то лежало, вот. Ледяной кварц и серебряная тарелка. Ё-моё, ты меня напугал. А что ты такой быстрый-то и голем? Големы вроде бы неспешные. Я врезался в стену и голем мне двинул очень-очень больно. Ну, тебя нафиг. Только говорил, здоровье вполне достаточно. Два удара голема при защите в 100 единиц чуть ли. Я труп. В общем, нельзя давать себя ударить. Самое простое правило. Как победить? Не давай себя ударить. Ну и ударь сопернику в ответ. Такое количество раз, чтобы он сдался. Да что ж, я такой умный. Выхожу питься с големом там, где он может меня выкинуть просто. Я не знаю. Ну, давай пендельку не ответь. Надеюсь, он сейчас упрется вот в этот поворот. Я просто решил стрелять куда-то не туда. Где он? Чего? А, где он? Я не знаю, зачем он пошел в какую-то другую сторону. Вообще не понимаю этого. И я так подумал, а мне стоило все же сделать руну для призыва голема. Потому что он просто прекрасно отправляет в полет соперника. Демон, конечно, живучий. И скорее всего, в следующей главе я смогу научиться призывать демона. И я практически уверен, этому будет учить Ксардос. И манне тоже он будет тренировать. Чего? Тебя можно еще ограбить? Оказывается, его сердце не забирал. Но голем может полезен будет. Не знаю. С другой стороны, не хочется тратить на него очки опыта. Потому что явно призыв в следующей мощь не будет. Бам. Озелье. Перманентных нет. А где здесь поворот к дракону? Или я вот здесь что-то не увидел? Я помню, здесь где-то была лестница, которая вела наверх. Это по первой части игры. Вот, например, что с этими бочками? Что с ними не так? Они врезались в стену. Здесь лестницы нет. По-моему, лестница была чуть ли не у самого входа при повороте в другую сторону. И именно это место находилось вот тут. Так, это очень странно. Потому что я должен здесь явно грохнуть дракона. А где я его грохнуть должен? Да ладно. Та-та-дам! Вот здесь вот лежал не дубин, а юнитор. Еще одно зелье. Гарпии, возможно, сварили. Перманентных нет. Золотое кольцо. Ну, вроде все. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Гарпии. Гарпии. случайно големов нету про лево-лево-лево-право-право-лево-право еще четыре отмычки иксер манны и ледяной кварц и хрень чертовски темно вот здесь скорее все будет дракона что тут а здесь люди ящеры больно они вроде десанту тоже обученных может они сделают небезопасные десанты сами помрут мне пожалуй стоит подлечить да вот угоняется за мной горн зачем ты меня бросил да ладно отстали очень неожиданно появились напылили после себя еще подожди да я выхожу он вообще застали ох обратно подниматься сколько сейчас времени 10 часов вечера хотелось бы при свете дня увидеть следующего дракона ну что поделать при свете заклинание свет и тут же она погас кстати перед тем как погаснуть заклинание вроде было не такой огромной точкой со светом а просто малюсенький тускленький свет какой-то неужели заклинание еще со временем теряет силу и начинает свистеть слабее и слабее и слабее ванна полная пойдет так отсюда люди ящера откуда-то вылезли да что ж такое то ну ты вот это видишь ты видишь и понимаешь что это если я остановлюсь то я умру просто потому что голем меня выкинет куда подальше а люди ящеры за это время меня просто добьют как тряпку может мне там скелетиков попризывать чтобы вот так вот туда-сюда не бегать давай так поступим зелье вообще не осталось здорово сражайтесь а они голли мадоэл так голем мертв скелет вроде тоже да ну за голем и спасибо да блин откуда ты и зачем я сюда пришел за сундуком лево лево право лево за двумя лечебными эссенциями так а если в эту сторону идти как же плохо видно здесь только зелье на полке и все значит вот в эту сторону предлагаю во первых сохранится так это еще что а это грибы почему бы нет и где-то там впереди явно будет дракон поэтому еще раз бульк а свет гаснет человека ящер я тебя уже увидел там еще кто-то стоит а не этот проход куда-то охотник на дракона как ты сюда забрался у него есть похлебка лечебное растение кстати а может стоит пожать похлебку может это ему готовила из таверны анара поварих где похлебка нет это не особая похлебка ладно корешок как же плохо видно я надеюсь в ночи ворона решен вопрос тем что так отвратительно свет светит ну вот посмотри он же ничего не дает никакого обзора так а еще одно сохранение да вот и дракон педракан это педра в него превратился черт с тобой бы при свете дня сразиться а он в пещере сидит педракан здорово еще один самонадеянный человечешка осмелился взобраться на мою скалу вы люди такие жалкие такие мужественные и такие слабые я вырву твои внутренности и скормлю их крысам не так быстро со мной гласы носа ты будешь повиноваться мне и отвечать на мои вопросы задавай свои вопросы ты кто? кто ты? меня зовут педракан и я медленно-медленно буду снимать с тебя шкуру когда доберусь до тебя кто самый сильный из вас драконов? мы черпаем нашу силу из стихии этого мира иерархия очевидна и проста земля, покрытая мягкой почвой дарует жизнь всем созданиям живущим под солнцем но она может раскрыться и поглотить тебя целиком если ты подойдешь слишком близко скала, которая скорее расколется нежели поддастся гордо возвышается над всем и похоронит беспечных под собой а еще она дает лучшую защиту от прилива искры жизни живут в глубоких огнях этого мира а еще огонь обжигает все своим дыханием не оставляя за собой ничего кроме пепла все эти стихии сохраняют и уничтожают но только в воде которая стала твердой как скала все превращается в вечную колонну из соли где жизнь едва ли возможна короче он оказывается дракон скалы третий по силе впереди будет огненный дракон и синий дракон чьи приказы вы выполняете кто послал вас сюда наше будущее и настоящее контролируется хозяином при помощи слова силы скоро никто не сможет сопротивляться ему его длинная рука уже протянулась сюда из царства мертвых духи ночи собираются в предвкушении его скорого появления он раздавит вас людей и будет править этим миром в его тени мы не более чем инструмент его созидательные силы хозяин придет и поднимет ваши безжизненные тела из пепла и использует их для окончательного изменения облика этого мира ну ладно давай драться но хватит болтать твоя временная сила иссякла глаз потерял свою силу приготовься умереть так погоди я тебя на при... ты какого хрена ты-то меня... не знаю почему такое чувство что в этой серии меня все абсолютно все хотят куда-то выкинуть я тебя на превью хочу взять да успокойся я хочу тебя взять на превью поэтому отстань от меня свет лечение вид от первого лица погнали делать превью я могу? нет когда я делаю превью я не могу взять молнию в руки вот он у меня промахивается 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 вот он вот он а у него особая атака которая откидывает ну в общем ты видишь он ну что он может сделать элитные орки как-то посильнее а у меня мана кончат хотя на лечение мне кажется хватит папа но с драконами наверное в ближнем бою интереснее сражаться будет потому что как бы вот так вот с ними стреляться это не самая такая веселая идея в ближнем бою все же как герой сражаешься победа драконья кровь две порции чешуя по 200 монет сердце каменного дракона вот правда мне непонятно почему земляной дракон и каменный а не какой-нибудь воздушный так у этого тоже были сокровища кошелек тарелка кошелек волчий зуб а почему волчий зуб тут что делает это очень слабый вроде меч кошелек кубок я вижу еще один кубок но почему-то не хочу его брать сектант или секстат секстат это вроде такая штука благодаря которой можно плавать по морям еще раз что я вообще подобрал топор палача 65-65 мастер меч 65-65 где-то еще был двуручный меч паладина по-моему да 40-40 далее я подобрал секстат где-то здесь много на язык ключ комнаты секстат полторы тысячи а может это кому-нибудь надо ладно дракон мертв сейчас бы вернуться к горну ему рассказать что я грохнул дракона похвастаться но до горна очень долго идти хотелось бы в замок телепортироваться ну ладно сходим к горну скажем все не волнуйся там никого больше нет можешь громить орков и дальше а потом рассказать горонду слушай горонд я тут дракон уничтожил дай мне еще 300 монет ничего не припрятано увы что еще серо а где могут быть лавовые пещеры а я ни одного вулкана не вижу кроме вот той красной точки ну а дальше это явно идти в новый лагерь там где снега были и очень долго наверное бороться с людьми ящерами чтобы добраться до дракона у них есть повелитель повелитель который так отсюда я умру или нет аккуратно который должен возродиться скорее всего я не смогу помешать его возрождению и мне придется с ним еще биться и сражаться потому что если б я смог помешать возрождению это было бы слишком просто и тогда бы с гибелью всех драконов все закончилось но мне кажется это не будет конец и дальше будем биться против вот этого повелителя нежити в целом по поводу готики я помню не помню а я слышал о том что в первой части рушим барьер это еще до того как я играл в готику по-моему из третьей части я про это слышал и то что убивали дракона все больше ничего про готику а тут еще какой-то призрак король нежити король лич появляется ладно нет я хотел свет а призвал скелет так сказать горным мы с горным пробегали через вот это вот местечко как бы здесь просто одни вернутся вниз вот меня что больше беспокоит мне это даже нравится горн стой я вот сейчас испугался что он может спрыгнуть но ты понимаешь если он отсюда бы спрыгнул он скорее всего упал ну мне кажется он бессмертный но он упал бы в воду и вода его вынесла а хрен его знает куда черт проклятый скелет здоров горн каменный дракон мертв я больше не слышу воплей ты был в этой крепости в скалах да я так и думал где бы ты не появился там камня на камне не остается что ты собираешься делать дальше я побуду здесь еще немного а затем вернусь к ли может мы там еще встретимся меня уже тошнит от этих мест пришло время убираться с этого острова еще увидимся так ну и теперь можно отправиться в замок рассказывать горонду и спросить где находится красный дракон не знаю откуда у Орика столько информации может у него есть какие-то осведомители шпионы ну какая разница если он говорит правдивую информацию кстати а вот так по логике синий дракон должен будет дышать льдом значит за нападение на старый лагерь ответственен красный дракон но если красный точнее если синий будет дышать огнем это будет на мой взгляд нелогично он льдом должен дышать гарон тебя все покинули но хорошая новость у меня есть новости о драконах докладывай дракон в каменной крепости к югу отсюда мертв это хорошие новости вот возьми эти деньги надеюсь они помогут тебе обновить твое снаряжение последнее время были еще нападения драконов по счастью нет в настоящий момент они держатся вдалеке мне кажется мне кажется после того как я грохну красного гарон скажет на нас напали или я приду и здесь будет все во льду предлагаю сейчас поспать потому что Орика как-то мне лениво искать где он там будет отдыхать каждую комнату обходить а потом зайти и спросить слушай Орик а ты не знаешь где обитает еще один дракон в чем дело за иноса ну чисто технически кстати а может красный дракон обитать в пещерах в землях орков почему бы и нет может там внутри в пещерах лава кстати вспомни храм спящего из первой части где был огонь где была лава где был огонь храм спящего чувствую нужно будет отправиться к оркам и там ой какой бой не устроить так это кто тут скачет парсиваль ты что тут творишь за иноса мне нужна информация о драконах у меня есть чувство что я пока нашел не всех драконов может я что-то упустил после прошлого нападения драконов один из них по слухам полетел в направлении вулкана на юге тебе стоит поискать его там а ты можешь сказать где находится вулкан на юге я как бы не знаю может я в дневниках то по-человечески это записал охота на драконов по-видимому последнего дракона напавшего на замок в долине родников видели надалеко вот у вулкана замечательно драконы не хозяева сами себя не служат повелителю о котором не хотят говорить ничего кроме туманных пророчеств повелитель придет чтобы уничтожить мир и все такое обычная чушь надо чаще читать заметки потому что они довольно-таки занятные горнь вернулся на свой сторожевой пост он будет продолжать наблюдать за орками потеряны во тьме удар гвардеец замка скучает по своему приятелю Синграту последний раз он видел его поздно ночью кто-то направлялся к забору орков забор орков а в общем в следующей серии предлагаю заняться следующим пройти по забору орков найти Синграта или его труп заставить их удар и пойти в землю орков где будет обитать третий дракон ну как-то так спасибо тебе за просмотр если понравилось ставь лайк остальные комментарии подписывайся на канал не будь таким жадным как гаронт спасибо и пока